Всем привет, с вами Варвара Николь, я рада видеть вас на своем канале, а это видео про лайфхаки и советы для школы, для учебы. Я использовала все лайфхаки, которые я вам буду советовать в этом видео, и мне они реально помогли учиться лучше, быстрее и эффективнее. Надеюсь, они вам тоже помогут учиться лучше и эффективнее. И поехали! И первый совет – это мотивация. Мотивация – это важная часть любой работы, если вы не хотите словить эмоциональное выгорание. Красивое оформление конспектов, введение ежедневника или составление списков. А может, вам вообще нужно составить карту желаний? Используйте красивую эстетичную канцелярию и оформляйте конспекты, ежедневники и списки. Вдруг это вас вдохновляет? Попробуйте все и выберите для себя нужный вариант. И второй совет – это организация. Она помогает лучше сфокусироваться и настроиться на рабочий лад. Даже если вы отложили все ненужные гаджеты и настроились на учебу, но у вас бардак на вашем рабочем месте, вам будет труднее сфокусироваться на учебе. Если у вас постоянно бардак вокруг вас, вам труднее найти нужную вещь и это занимает много времени. Поэтому, если вы хотите быстро и продуктивно учиться, старайтесь раскладывать вещи по местам и сохранять порядок вокруг себя. И следующий совет – это выполнение части ДЗ в школе. Конечно, это не относится к подготовке к каким-то суперважным тестам или сложным заданиям. Но если вы смотрите на задание и понимаете, что оно действительно легкое и вы можете его выполнить прямо сейчас, делайте его в школе на перемене. Поэтому это реально годный лайфхак, который я 100% могу вам порекомендовать. Но, конечно, если вы что-то забыть, это тоже дополнительная помощь. И следующий совет – перед экзаменом высыпайтесь, а не учите. Если вы хотите всю ночь просидеть за учебниками перед важным экзаменом, а не высыпаться, то у вас вряд ли что-то выйдет. Лучше встать пораньше утром и на свежую голову повторить материал, потому что вечером ваша голова просто переполнена информацией, которую ваш мозг усваивает каждый день. А утром она еще ничем не нагружена и готова получать новую информацию. И следующий совет – это запоминание. Оно бывает произвольное и непроизвольное. Произвольное запоминание делится на механическое и немеханическое, то есть осмысленное. Механическое запоминание – это когда мы просто невдумчиво зазубриваем текст и сами не понимаем даже о чем он. Осмысленное запоминание – это когда мы разбираемся в теме, понимаем, что к чему, и постепенно в наш мозг откладывается эта информация, и нам не нужно часами учить этот текст. Если вы хотите понять тему, то зубрежка вам не поможет. Лучше стараться вникнуть в тему и попытаться действительно понять ее. Из этого вытекает следующий совет. И следующий совет – это видеоуроки. Просмотр видеоуроков поможет вам, если ваш учитель плохо объяснил тему или вы не поняли ее и не смогли в ней разобраться. Вы можете в любое удобное время посмотреть видеоурок дома на любой платформе. Они сейчас есть везде в свободном доступе. Продолжение следует... И последний совет – не заставляйте себя учиться, а полюбите учебу. На эту тему я запишу отдельное видео. Все, я записала! Блин, мне жалко то, что солнышко ушло, и мне в итоге пришлось включить этот свет. Короче, ребят, сорян, у меня как бы я снимала на солнце, как было видно, и последний кусок, который я снимала про типы запоминания, у меня там постепенно солнышко уходило. И сейчас оно вообще ушло, мне пришлось включить свет. Надеюсь, вам понравилось, потому что мне понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока! Продолжение следует...